всем привет это клуб мама дома мы продолжаем серию видеоинтервью со светланой нашим экспертом в области путешествий с малышами и с детьми постарше и сегодня мы разговариваем про поезд я напомню что светлана мама двух дочек и очень часто путешествует с ними самыми разными видами транспорта ну все-таки поезд конечно отличается имеет свои какие-то нюансы все-таки как вот быть прежде всего с билетами хочу сказать что сейчас билеты покупаются двумя способами это при вашем личном посещении касс и через онлайн-сервисы купить детский билет возможно через онлайн-сервис купить школьный билет когда вы должны будете предъявить справку невозможно через онлайн-сервисы поэтому моя рекомендация запаситесь временем и терпением и сходите в кассы приобретите билет при личной беседе с кассиром до 5 лет на ребенка не нужно приобретать отдельный билет ребенок едет на одном месте вместе с мамой если вам неудобно ваш ребенок крупный большой вам неудобно спать с ним на одном месте разоритесь на детский билеты купите отдельный билет вашему ребенку с 5 до 10 лет приобретается детский билет так называемый детский билет и стоит он 30 процентов от стоимости полного билета. Это очень удобно, экономно и поможет сэкономить ваш бюджет. Далее с 10 до момента окончания ребенком школы или среднего учебного заведения приобретается так называемый школьный билет. Чтобы приобрести школьный билет, обязательно потребуется свидетельство о рождении ребенка и справка с места учебы этого ребенка. После окончания школы или среднего учебного заведения ребенку приобретается полный билет взрослых. Школьный билет стоит 50 процентов стоимости взрослого билета. При посадке в поезд, обращаю ваше внимание, это недавнее введение в обязательном порядке. Потребуются все документы, подтверждающие в первую очередь вашу личность, второе вашу льготу. То есть если вы везете школьника, не забудьте взять справку и его свидетельство о рождении. А где берется справка? Справка берется в том учебном заведении, где учится ваш ребенок. Да, подходите к секретарю, говорите, я собираюсь проехать на поезде, дайте мне справку. Вам выдается справка. Так, какие еще документы мы должны не забыть с собой в поезде? Мы всегда берем при путешествии с моими девочками, мы всегда берем с собой в поезд свидетельство о рождении, я уже сказала, и медицинский полис. На территории России, по медицинскому полису, который выписан также на территории России, вам обязаны оказать медицинскую помощь. Возьмите его с собой, он занимает не так много места, но зато принесет, я думаю, вам пользу, если вдруг где-то что-то случится. Больше из документов брать ничего не стоит с собой, то есть паспорт, либо свидетельство о рождении, билеты, справка, подтверждающая вашу льготу или льготу вашего ребенка, ну и плюс медицинский полис. Так, понятно. Самый, наверное, трепещущий вопрос – это то, чем ребенка кормить, а второй животрепещущий вопрос – это чем ребенка развлекать. Ну, давай начнем, наверное, с питания. Да, питание – достаточно интересный вопрос в поезде с той точки зрения, что чаще всего едем мы от суток и более. Поездка до Москвы занимает 20 часов, но если вы едете в города, которые расположены дальше Москвы, то еще больше времени. Поэтому заранее предусмотрите, чем вы будете кормить ребенка в поезде. Первое. Конечно же, нельзя брать с собой никакие скоропортящиеся продукты. Когда бабушка отварит вам курицу или постряпает пирожки, сложит вам ее с собой, это, конечно, здорово, но вы должны будете съесть эту курицу и закусить этими пирожками в течение часа, ну, максимум двух, нахождения в поезде. Не рискуйте здоровьем вашего ребенка и не кормите скоропортящимися продуктами его во время путешествия на поезде. А сейчас практически во всех поездах, ну, даже не побоюсь этого слова, что во всех поездах есть вагоны-рестораны. И какое-то элементарное питание, типа куриных бульонов или пюре картофельных, в этих вагонах-ресторанах есть, и оно доступно. Не пугайтесь, сейчас там не такие цены, которые были в 80-е и 90-е годы. Мы всегда питаемся с моими дочерьми, если едем на поезде, всегда в вагоне-ресторане. Ребенок ест немного, вам одной поварцей хватит на двоих, но это и сэкономленные вам нервы, здоровье вашего ребенка, и все-таки сотрудники вагон-рестораны несут ответственность за то, что они приготовили. То есть тот врач, который есть в поезде, он обязан обслужить, если вдруг ребенок или взрослый отравился в вагоне-ресторане. Конечно же, стоит с собой максимально взять сухих продуктов. Что я под этим подразумеваю? Это печенье, сушки, баранки, хлебцы и так далее. Берите без страха, они у вас не испортятся, они проедут достаточно долго. Если ваш ребенок кушает хлеб, возьмите ему хлеб. Также я всегда беру с собой в поезд большое количество фруктов. Фрукты я заранее мою дома, просушиваю их, чтобы они не испортились. Складываю чаще всего в мешочки из полотенец, то есть полотняные мешочки, а не целлофановые, и беру их с собой. Мы берем с собой большое количество воды. В поезде часто ребенок все время хочет пить, и вместо того, чтобы пить воду из бака, который расположен в вагоне поезда, лучше напоите ребенка бутылированной, знакомой ему водой. А также мы берем с собой всегда в поезд большое количество всяческих печенья, конфет или прочих развлекательных для ребенка еды. Не бойтесь, вы не отравите ребенка за три дня, но, по крайней мере, будете уверены, что он у вас не съест еду, которая уже испортилась от духоты, от влажности, от езды. Ну и еще хочу отдельно сказать, что сейчас во многих поездах есть услуга разогрева питания. То есть если вы берете питание с собой и едете в холодное время года, такое тоже возможно, то оно у вас, конечно, не два часа хранится, а гораздо больше, и возможно такое питание ребенку разогреть. Прямо в поезде. Понятно. Так, а если ребенок на грудном вскармливании, как быть? Если ребенок на грудном вскармливании, то здесь, мне кажется, все достаточно интереснее и проще для ребенка и для мамы. При грудном вскармливании возможно попросить пассажиров выйти, покинуть то купе, в котором вы едете. Обычно встречает понимание такая просьба. Безусловно, все понимают. Вы отвернулись, прикрылись кофточкой, платочком, ребенка покормили, ребенка попоили, если он у вас допаивается уже ребенок, и точно так же спокойно помыли руки и сами покушали рядом с ребенком. А вот как вообще гигиеническая часть? То есть помыть ручки, действительно, ну, туалет, как вот это все? Сейчас, когда стоимость железнодорожных билетов сопоставима со стоимостью авиаперелета, в наших поездах созданы условия для гигиенических процедур практически максимальные. То есть мы очень много ездим со старшей дочерью на поездах практически каждую неделю. И могу сказать, что во многих поездах есть и души, и достаточно удобные, комфортные туалетные комнаты, где можно и умыться, и ополоснуть голову, и вымыть ручки, и, возможно, провести какое-то влажное обтирание. Места там, поверьте, действительно очень много. Но это, конечно же, касается фирменных поездов, когда вы покупаете более дорогой билет, чем на поезда низкого класса. Поэтому с гигиеной так, ну и обязательно возьмите с собой влажные салфетки, возьмите их максимальное количество, которое вы увезете с собой, потому что везде, перед едой, перед тем, как спать, перед тем, после того, как ребенок поспал... Вообще в поезде как-то часто хочется помыть ручки. Да, очень часто хочется их вымыть, поэтому берите с собой максимальное количество салфеток, ну и воду, которая в баках поезда подается, мы тоже часто используем для того, чтобы ручки помыть, умыться, обращаю ваше внимание отдельно, что не стоит покупать еду на стоянках у бабушек, которые предлагают ее. Возможно, она и неплохая, и даже вкусная, но рисковать здоровьем ребенка и каких-то гарантий вам никто не даст. Ну и врач всегда есть в поезде, чаще всего в вагоне под номером 7, обращайтесь к нему, там же начальник поезда, там же врач, там же охрана находится, поэтому если вдруг какие-то вопросы, лучше обратиться ко врачу, чем оставить их без ответа и сойти на какой-нибудь станции в безызвестной больнице. Действительно. Так, понятно, ну я думаю, что тему питания мы, в общем, осветили, но не менее важный вопрос это как ребенка развлечь, потому что, конечно, 3 дня в поезде и в очень ограниченном пространстве, но это действительно требует от мамы большой фантазии. Моя рекомендация, возьмите, пожалуйста, своему ребенку максимальное количество книг, раскрашек, наклеек и прочей литературы, что требует от вашего ребенка какого-то внимания. Это первое. Второе. Возьмите с собой игрушки, которые близки вашему ребенку, с которыми он засыпает, с которыми он привык играть, чтобы он им тоже уделял время. Ну и третья рекомендация. Обязательно на любых станциях с длительностью стоянки, более 10 минут, не поленитесь, оденьте себя, оденьте своего ребенка и выйдите, прогуляйтесь около вагона. Для ребенка это развлечение, для ребенка это время провождения, это разминка, смена обстановки, смена положения. Гуляйте обязательно. Мы гуляем практически на всех станциях, которые с длительностью стоянки больше 10 минут. Всегда за ручку, будьте внимательны, бдите за своим ребенком, потому что железнодорожные пути это на повышенной опасности. Хочу сказать про маленьких ребяток, которые груднички или до 2 лет, подаются специальные приспособления, палатки для езды в поезде. Данная палатка подвешивается на вторую полку, крепится за вторую полку, и находится на первой полке, и у вас ребенок находится в домике, закрытый. Он не упадет с полки, он всегда будет под вашим присмотром, ну и ребенку интересно играть в домике, согласитесь, многие ребята любят играть в палатках, в домиках и прочем. Ну и используйте при засыпании ребенка всегда страховочные ремни. Страховочные ремни можно взять у обслуживающего персонала вашего вагона, подойдите, не стесняйтесь, попросите этот ремень, он застегивается и не позволяет вашему ребенку упасть с полки. Так, ну, Света, вот скажи, пожалуйста, насколько оправдано приобрести все-таки билет-купе, он, конечно же, дороже, или в плацкарт, в общем, не так сильно отличаются условия, ну, с ребенком. Если вы едете с совсем маленьким ребенком, допустим, с ребенком до 3-4 лет, конечно же, оправдано приобрести купе и ехать своей семьей, допустим, мама, папа и двое детей, в купейном отсеке. Удобно, наверное, более гигиенично, чем ехать в общем вагоне, но не так интересно для ребенка. Если ваш ребенок от 3-х лет, то, возможно, ехать и в плацкартном вагоне. Это и общение с пассажирами, которые едут с ним, возможно, общение с ребятками, которые тоже едут в поезде, ну, и в любое время выйти, размяться, размять ножки, поприседать, попрыгать по полкам. Опять же, призываю, следите за своим ребенком, потому что поезд – это зона особого контроля, когда нужно уследить, чтобы ребенок не упал. Ну, травматичность как-то сразу напрашивается. Ходят пассажиры с горячим чаем. Поэтому, возможно, с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, купе безопаснее, чем плацкарт. Но с точки зрения интереса для ребенка, конечно, езда в плацкарте – это всегда удовольствие. Обращаю ваше внимание, что когда вы сами соберетесь отдохнуть, приляжете спать, обязательно подстрахуйтесь, чтобы ваш ребенок нигде не упал, не соскочил с полки, не обжегся кипятком, не порезался и так далее. То есть, обращаю ваше внимание, что когда сами спите, ребенок тоже должен отдыхать. Понятно. Так, ну, стоит какую-то аптечку с собой брать? Да, конечно же, аптечку стоит с собой взять в поезд. Обязательно те лекарства, которые потребуются вашему ребенку, если есть у него какие-то также хронические заболевания, или он использует какие-то препараты постоянно. Но могу сказать, что поезд – это не самолет, и на любой станции, в любом вокзале существует и доктор, и хорошая медицинская помощь, ну и в самом поезде обязательно наличие врача. Поэтому не стесняйтесь, вызывайте его, он подойдет, посмотрит вашего ребенка, если вдруг вы заметили какие-то признаки. Да, и еще обращаю ваше внимание, если вы заметили у своего ребенка признаки какой-то вирусной болезни, например, ветрянки, и покажете это врачу, в поезде вас немедленно высадят из вагона, так как вы будете являться распространителем инфекции. Поэтому тут маме нужно принимать решение самостоятельно. Либо она берет ответственность за то, что заражает пассажиров и везет своего ребенка дальше в этом поезде, либо относится серьезно к этому вопросу, подходит к врачу, ее на ближайшие станции высаживают, после чего там обрабатывают пятнышки ребенка и принимают решение. Да, в последний раз мы ехали с нашим партнером, моей дочерью, по бальным танцам, и я везла ребенка с ветрянкой. Понятно. Так, ну что, я думаю, что мы рассмотрели, конечно, этот вопрос, наверное, бесконечный. Ну, дорогие зрительницы, мы ждем ваших вопросов, если что-то мы оставили без внимания, обращайтесь. А тебе, Свет, большое спасибо. Ну и до новых встреч. Спасибо, Жень, что позвали. До свидания.